определить большую нишу давайте поговорим сера про большую нишу как мы определяем большую нишу и потом поверим о маленькой миша для начала что нам нужно сделать это нам нужно определить основное ключевое слово вашего продукта и ввести в поиск дальше мы анализируем те результаты которые у нас появились на первой странице но очень важный момент при этом анализе очень важный момент это определить именно основные самые большие и жирные ключевые слова потому что если вы выйдете в поиск мелкочастотное ключевое слово то вы не сможете полностью получить ту картину которая на самом деле есть в данной нише поэтому определяем основное ключевое слово вводим поиски и смотрим на результаты первой странице на первой странице мы увидим продукты немало продуктов у которых будут отзывы от 1000 и выше будут конечно и такие продукты где меньше тысячи но большое количество продуктов будет иметь тысячи отзывов и выше также обороты на первой странице будут от 50 тысяч долларов и выше то есть на каждом продукте на первой странице каждый продукт будет иметь такие обороты нет сильных скачков в оборотах при анализе в течение недели и конечно же мы должны убедиться что в данной нише доминируют продукты правит лейбл как это сделать она что обращать внимание я покажу на следующем слайде и еще один важный момент нам надо убедиться что в данной нише доминирует продавцы fb потому что бывает такое что в некоторых нишах доминирует сам amazon то есть когда мы вводим ключевое слово и видим результаты поиска мы видим что большинство из этих продуктов которые находятся на первой странице продает сам amazon весь этот анализ мы конечно же в этом анализе нам помогает а такие плагины как unicorn smasher и jungle scout сегодня я буду показывать скриншоты из unicorn smasher потому что это бесплатный плагин который вы можете скачать на сайте unicorn smasher.com это бесплатный плагин есть еще jungle scout jungle scout он платный а так как большинство людей пользуются бесплатным плагином unicorn smasher я сегодня буду использовать этот плагин итак перейдем на следующий скриншот и здесь я показываю большую нишу то есть обратите внимание я зашел на amazon ввел в поиск ключевое слово у нас появились результаты поиска на первой странице у нас там примерно 15-17 продуктов дальше я нажимаю на unicorn smasher и unicorn smasher мне показывает вот такую картину и так на что здесь мы обращаем внимание первое так как я уже говорил надо убедиться то что в ниши доминирует продукты правит лейбл нам нужно обращать внимание на вот этот пункт селлэш что это означает селлэш это значит сколько продавцов на каждом продукте здесь мы видим что здесь нету таких продуктов где на каждом продукте по 100 по 150 человек там всяких дропшиперов и непонятных людей здесь мы видим что в основном а доминируют продукты правит лейбл если здесь доминировали бы какие-то известные бренды то мы бы видели что на каждом продукте очень много продавцов 50 100 и бывает 150 и больше дальше мы смотрим на обороты мы видим что на первой странице большинство продуктов имеют обороты от 50 тысяч долларов и выше вот 130 одна тысяча восемьдесят семь шестьдесят пять сто двадцать три шестьдесят две тридцать четыре пятьдесят двенадцать сто шестьдесят шесть в общем все продукты продаются очень очень хорошо это можно сказать большая ниша следующая на что мы обращаем внимание это нам нужно убедиться что доминирует в этой нише продавцы fb то есть это такие же продавцы как мы с вами которые работают через fb и мы видим что большинство продавцов здесь fb всего лишь несколько листингов которые продают сам amazon вот это вот пример товара с оборотом от 50 тысяч долларов и до 160 это считается большой нишей также мы должны анализировать сезонность и трендовость почему потому что если вы хотите выстроить стабильный бренд стабильный бизнес стабильным доходом вам необходимо строить бизнес в тех нишах там где есть стабильность там где есть стабильный спрос там где стабильные продажи и у вас будет стабильный бизнес стабильные доходы как мы это делаем используем google trends и анализируем трендовость а также сезонность того или иного продукта например вот тут на этом слайде я показываю трендовая ниша мы видим что запросов не было потом такой резкий скачок вверх вот в этот момент а многие люди думают что крутой тренд сейчас тут можно заработать кучу денег в этот момент люди начинают что-то производить запускать доставлять и пока они все это сделают пока они произведут доставят продукт то этот тренд просто уходит и они замораживают свои деньги в этом твари та же самая история сезонностью то есть лично я не вижу какого-то большого смысла заниматься сезонными товарами летом ждать когда наступит зима чтобы продажи пошли и зимой ждать когда наступит лето то есть лучше всего продавать те продукты которые имеют стабильность на этом слайде мы видим стабильная ниша которая со временем даже потихонечку стабильно растет это вот именно те ниши где мы сможем выстраивать стабильную бизнес и стабильные доходы так дальше чем преимущество большой ниши давайте поговорим о том чем преимущество большой ниши вот вы видели тот слайд и наверняка когда вы видите такие цифры на первой странице не знаю как вас но они меня очень сильно мотивируют когда я вижу эти цифры я уже понимаю что у меня тоже есть такой потенциал я тоже мы могу прийти к таким результатам и это возможно если кто-то это сделал то сделал это я но есть конечно вот их нишах больших нишах и нюансы и теперь давайте об этом поговорим значит преимущество в большой нише это большой стабильный спрос и конечно же возможность быстрого роста с одним продуктом можно выйти на обороты до 50 тысяч долларов и выше вот в марте прошлого года мы сыгем когда запустили проект с нуля до 20 тысяч долларов мы как раз запустили новый продукт большой нише и лично у нас не было никаких сомнений что мы дойдем идут до двадцати тысяч и выше что в принципе и произошло спустя два месяца наш продукт в этой большой нише вышел с нуля до семидесяти тысяч долларов оборота многие скептики в то время начали говорить что это все неправда такое не бывает это невозможно но на самом деле все возможно вы сами видите вы видите результат наши выйти результаты наших учеников наших ребят и глядя на вот этот слайд вы понимаете что при хорошем маркетинге при хорошем продукте а все это возможно это что вот я сейчас здесь рассказываю это рост с одним продуктом до 50 тысяч долларов это не взято из каких-то блогов это не то что я где-то услышал и это передаю это все из нашей практике из того что мы сделали из того что мы делаем достигаем и будем достигать поэтому я точно хочу сказать что это возможно это достижимо и это все реально теперь что для этого требуется что требуется для того чтобы войти в большую нишу первое я считаю это конечно же остальные айс потому что большой ниши большая конкуренция большой ниши вам придется преодолевать много сложностей и трудностей всяких препятствий и если вы нэтик или какой-то человек негативный который всегда ноет и всех вокруг обвиняют а то скорее всего это не для вас потому что здесь нужно иметь очень сильный характер сильную волю к победе и никогда не сдаваться преодолевать все трудности эти вперед потому что в больших нишах большие деньги а выходить на большие обороты и получать большие доходы это вам не по пляжу с девушкой гулять тут надо поработать и попотеть также инвестиции что касается инвестиции то больших нишах требуется конечно побольше инвестиции это от 20 до 50 тысяч долларов объясню почему во первых вам нужен хороший склад на старте потому что как вы уже видите в больших нишах очень большие продажи и если вы при хорошем продукте при хорошем правильном маркетинге вышли на первой странице то 200 300 или 500 единиц товара у вас могут уйти за считаем считанные дни или даже неделю но здесь есть опасность в том что всю ту работу которую вы проделили проделали до этого это маркетинг раздача реклама со вывод продукта на первую страницу все это может быть просто выкнуто на ветер потому что когда вы запускаетесь большой нише например с 200 единиц или 300 единиц и вы выходите раскручиваете свой продукт выходим на первую страницу по нескольким ключевым словам у вас начинаются большие продажи у вас заканчивается склад то чтобы заказать следующую партию чтобы произвести и привести уже на склад пройдет примерно месяц а может быть и даже полтора за все это время пока ваш листинг неактивный пока у вас нету склада произойдет такая вещь что ваш листинг начнем опускать по тем ключевым словам которые мы работали вниз и когда ваш продукт через полтора месяца придет на склад то ваш листинг станет активным и вы увидите что некоторые ключевые слова они до сих пор на первой странице но буквально на ваших глазах эти ключевые слова будут падать опускаться на вторую третью и четвертую буквально через несколько дней они могут оказаться где-то на 150 странице соответственно все те усилия которые вы положили а раскручиваться в больших нишах не так уж и легко и не так уж дешево а все эти усилия и деньги они просто будут выкнуты на ветер а вот у меня лично были такие моменты такой опыт и многих тех ребят с кем я работаю и общаюсь расскажу что произошло с одним из моих листингов примерно год назад я запустил продукцию такой большой нише запустил 500 единиц вложили деньги в маркетинг раскрутку в отзывы все хорошо сделали раскрутили продукт продукт вышел в топ буквально за полторы недели весь склад распродался мы сделали заказ китайцы нам сообщили обрадовали что следующая партия будет готова через только месяц и соответственно еще где-то дней 7-10 на доставку получилось так что через полтора месяца наш продукт заехал на склад листинг стал активным и мы видим что многие позиции они были утеряны многие ключевые слова просто пропали мы даже не могли найти где находится наш продукт по тому или иному ключевому слову и что самое страшное когда мы нашли все эти ключевые слова которые находились уже где-то за сотой страницы что самое страшное что чтобы мы не делали чтобы мы не предпринимали это и реклама амазона и фейсбук и google и всякие разные маркетинговые методы этот продукт просто никак не реагировал а наоборот он шел только назад то есть чем больше мы на нем работали все больше и больше он шел назад в итоге мы потеряли месяц на этот маркетинг питаясь еще раз заранжировать его обратно и так как мы видим уже ничего не получается пришлось просто вывозить полторы тысячи единиц продукта со склада amazon а это очень большие затраты а потом эти полторы тысячи единиц они шли во первых очень долго примерно полтора месяца мы ждали они шли по частям со с разных складов а потом мы закрыли этот листинг открыли новый листинг создали новый листинг и уже на этот листинг заново отправили что стоило еще больше денег то есть еще раз потратились на отправку этого продукта на сам склад почему мы так сделали потому что ну конечно же новый продукт когда создается его продвижение намного легче чем продвижение продукта который уже имеет какую-то плохую историю поэтому мы так поступили это метод оправдал мы заново получили отзывы заново заранжировались и в общем проблему решили но потратили очень много денег потратили очень много времени и очень много работы было просто просто так выкинуто поэтому очень важно в больших нишах запуститься правильно при правильном складе это примерно от 1500 до 3000 единиц это вам даст времени для того чтобы ваш производитель успел произвести новую партию и доставить его на amazon также деньги на маркетинг от 2000 до 5000 долларов почему такие суммы объясню во первых в больших нишах большая конкуренция вы это понимаете потому что там где большие деньги всегда будет большая конкуренция и при большой конкуренции не самая легкая задача продвинуть свой продуктов потому что в больших нишах очень грамотные ребята с очень грамотными продуктами грамотно оптимизированы которые тоже ежедневно работает над продвижением своих продуктов и эта задача нелегко поэтому тут нужны средства почему от двух до 5000 это еще связано с тем что в больших нишах нам необходимо сразу ранжировать не одно или две ключевое слово а минимум десять или двадцать в моем случае я очень по 60 по 80 ключевых слов ранжирую и этот метод очень хорошо работает потому что чем больше ключевых слов мы предлагаем тем стабильные у нас ранжирование потому что тем больше у нас продаж и чем больше у нас продаж тем легче чтобы наш листинг имел стабильную стабильной позиции на передних страницах если вы заранжируете одно слово или два слова во первых это не так уж и легко то от этого большого смысла не будет потому что одно два слова она вам не даст тот объем продаж который мог может помочь вам оставаться на передних позициях поэтому ранжировать большое количество ключевых слов это стоит немало денег и конечно же немало усилий еще один момент это пятизвездочный продукт почему на амазоне очень важно запустить именно пятизвездочный продукт неважно это большая ниша или маленькая если вы хотите хороших результатов хорошего успеха на амазоне то продукту должен быть пятизвездочный конечно же не всегда получается запустить такой продукт который был полностью на 5 на 5 но мы это можем постараться сделать таким образом самый эффективный метод это заказать сэмплы от производителей желательно чтобы эти сэмпли были от разных производителей штук 5-10 дальше мы конечно же эти сэмплы должны с чем-то сравнивать да если мы не знаем какие продукты продаются на амазоне какого качества мы не можем понять наши сэмплы которые мы получили они лучше по качеству или хуже для этого мы в нашей нише которую мы входим выбираем самые лучшие продукты которые лучше всех продаются на амазоне у которых самое большое количество отзывов и общий рейтинг продукта минимум чем 45 звезд мы эти продукты получаем и потом уже начинаем сравнивать какого качества продукта с амазона который имеет хороший рейтинг и какое качество того сэмпла который мы получили из китая таким вот образом вы сможете оценить хорошо оценить свои сэмплы и надо быть максимально критичным своим сэмплом то есть на всякие мелкие косяки не надо закрывать глаза надо быть очень очень аккуратным потому что на случай если вы запустите некачественный продукт риск того что вы потеряете денег он увеличивается это то что касается преимуществ большой ниши и что для этого нужно теперь давайте поговорим о том в чем минусы большой плюс и конечно большой ниши конечно же это большие инвестиции то есть не каждый сможет позволить себе инвестировать 20 или 40 или 50 тысяч долларов и войти в бизнес даже те люди у которых есть такие деньги я думаю что не все захотят рисковать такой суммой 2 это тяжелая иногда грязная конкуренция почему грязная конкуренция у меня был опыт такой я чуть попозже расскажу 90-х годах когда только начинался бизнес в странах снг предприниматели с конкуренции мы разговались таким образом заказывали друг друга убивали взрывали и таким образом они устраняли конкуренцию на amazon есть люди которые занимаются тоже заказными вещами только они заказки эти мы отзывы негативное голосование за негатив голосование за негативные отзывы и многие разные вещи есть куча всяких методов для того чтобы воздействовать на конкурентов я про это сейчас рассказывать чтобы никому в голову не пришло этим заниматься потому что надо помнить что закон бумеранга еще никто не отменял надо делать чистый прозрачный честный бизнес пусть там китайцы и все эти индусы сходят сама но я никому не рекомендую заниматься такими делами также тяжело продвигаться в топ я об этом уже говорил что больших нишах тяжело продвигаться в топ и конечно же риск потерять деньги как и в любом бизнесе есть риск потерять деньги конечно же на амазоне я не вижу риска потерять полностью все деньги вложенные да мне кажется это невозможно потому что так никак у вас остается продукт который вы можете распродать по своей цене по себестоимости или даже скажем ниже себестоимости вернуть часть денег но потерять полностью все это такое наверное бывает очень редкая про такие случаи не слышал это то что касается большой ниши